Оу-е, ребятки, это самый настоящий сканер в Майнкрафте. Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами снова канал Unreal Игры и приветствую вас на обзоре очень интересного новенького мода. Ну что ж, а вы ставьте лайки и мы будем приступать к сканированию. Как вы могли уже догадаться, ребятки, этот мод позволяет сканировать мир Майнкрафта и делает это очень-очень интересно. Я сейчас нахожусь в мире летсплей космос, так что давайте протестируем в этом мире этот новый замечательный мод. Ну что ж, для того, чтобы начать что-то делать в этом моде, нам нужно сделать сам сканер и некоторые модули. Давайте покажу, как он крафтится и зачем нужны модули. Сканер крафтится вот таким нехитрым образом, из ванильных всяких блоков и предметов. Ну что ж, ребятки, сканер требует энергию, так что запаситесь энергией или добавьте какой-либо мод в свою сборку. Например, в летсплей космос у меня будет как раз-таки установлен этот мод. Так, он имеет 5000 электроэнергии, его нужно зарядить. После того, как вы зарядили, ребята, сразу крафтите себе модули. Давайте все по порядку. А когда мы нажимаем shift правый клик на своем сканере, то открывается вот такое вот меню. Сюда можно положить модули, которые будут не работать, а сюда мы положим модули, которые будут как раз-таки работать. С помощью этого модуля, ребятки, вы сможете дальше сканировать нужные вам блоки, предметы или что вы захотите отсканировать. Так, далее у нас идет модуль враждебных монстров. Делается он вот таким образом, из вот такого вот бланка. Бланк делается вот таким рецептом. Итак, я поставил в сканер вот такой вот модуль на враждебных мобов. И давайте сделаем ночь и посмотрим. Так, у нас наступила ночь. И посмотрите, ребятки, тут всякие монстры, которые, черт подери, взрывают мой дом. Быстрее сканируем! И у нас показываются, ребята, враждебные монстры. Правда, к сожалению, не все. Ладно, давайте быстрее сделаем день, пока мой дом просто не разворотили. А следующий интересный модуль, ребятки, называется сканер энтити. То есть сущности. А делается он по такому рецептику. И нужно нам найти какую-то живность, например, вот эта вот мака. Нажимаем shift правый клик. И теперь смотрим. Теперь, если мы поставим все это дело в сканер и отойдем куда-то, да, например, а нажмем сканирование, так, и мы увидим то, что эти зверьки, ребятки, будут отображаться на нашей сканированной местности. То есть вот здесь и наверху у меня, прямо на моем модульном доме. Дальше модуль, который у нас идет, показывает безобидных животных. Давайте проверим, как это дело будет работать. Например, у нас там есть корова и вот эта мака. Итак, сканер у нас показывает животных. В данный момент это корова и овечка. В общем, очень интересный модуль. Также там какая-то живность. А, летучие мыши. То есть все, в принципе, мирные мобы. Например, если мы выберем корову, да, с помощью специального модуля, то, конечно же, сможем их быстренько отыскать на какой-то местности. А дальше у нас идет модуль под названием блок. Давайте-ка посмотрим. А делается он вот таким вот нехитрым образом. А, например, нам нужна глина, ребятки. Да, например, мы хотим искать глину. Нажимаем shift правый клик по глине. И у нас записались данные о блоке. Вставляем это дело в сканер и сканируем. Сканируем и смотрим. И посмотрите, ребятки. У нас отображаются вот такие вот кубы прямо у нас в мире Майнкрафта. Это в итоге как раз таки и показывает, где у нас находится глина. Давайте отлетим немножечко вглубь острова и посмотрим в действительности, есть ли здесь где-то глина. Сканируем. Так, здесь у нас показывает нету глины. Оуе, ребятки. Это сейчас показывается карта, где находится все железо в радиусе моего сканирования сканером. По-моему, очень потрясный мод. А, кстати, ребята, напишите свое мнение насчет этого мода. Насколько он читерный или не читерный для этой сборки. Напишите в комментариях. А, собственно, с помощью этого мода, ребятки, очень легко можно найти, например, железную руду. Но не забывайте, что сканирование будет тратить примерно 100 энергии. Энергия, кстати, пишется вот здесь внизу. Energy Cast. То есть за одно сканирование у нас будет определенное количество энергии тратиться. Дальше у нас есть, ребятки, специальные модули на руду и ценности. Но они, в принципе, не нужны из-за того, что модуль блок позволяет нам сделать все это гораздо удобнее. В общем, вот такой забавный мод, ребятки, получился. Надеюсь, что вам понравился обзор. Обязательно пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. А также добавляйте канал закладки, чтобы не потерять. И ждите скорые выпуски Let's Play Cosmos. Я вас всех люблю. Пока-пока.